Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. Исследование за 15 минут. В аптеке страны поступили экспресс-тесты на коронавирус. Где купить? Также в наличии в бесперебойном количестве всегда имеются антисептические средства. Осталось только название. В Бобрусьском районе сгорело Рено. Прибытие под разделением ЧЕС происходило горение автомобиля открытым пламенем. Есть ли жертвы? От бюджетных цен до широкого ассортимента. Очень аккуратные, чистые и все свежие продукты. На Бахарова 317 ждут покупателей. Что предлагают? А также новые портфели, Бобруйский раритет и теплый ноябрь. Синоптики обещают комфортный конец осени. Когда ждать снег? Шлему, найденному в Бобруйске, присвоили статус историко-культурной ценности. Такое решение принято в октябре на заседании Белорусской республиканской научно-методической рады. Его, напомним, обнаружили в апреле 2019-го во время работ по углублению дна реки в затоке правого берега Березины. Затем экспонат передали в Бобруйский краеведческий музей. Здесь, как археологический памятник, он вошел в коллекцию «Военная амуниция» и стал частью фонда учреждения культуры. После его отреставрировали в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Спустя год он вернулся в Бобруйск. Этот шлем – памятник оружейного искусства 10-го начала 11-го веков. Элитное защитное вооружение древнерусского периода типа «Черная могила». На землях Центральной и Восточной Европы зафиксировано свыше 30 шлемов данного типа и их фрагментов. На территории Беларуси подобный предмет обнаружен впервые. Вторая волна коронавируса заставила понервничать не только врачей, но и фармацевтов. Впервые со времен разгула свиного гриппа 10 лет назад в аптеках исчез парацетамол и еще ряд медицинских изделий. Позже пробелы на складах наверстали. Как обстоят дела в аптеках города сейчас и готовы ли они ко второй волне, на ревизию отправилась Анастасия Шевцова. Конец недели дежурная аптека на Интернациональной. На полу уже привычная разметка о на лицах фармацевтов маски. Чего не скажешь о каждом посетителе. Да и в списках покупок желудочные капли, обезболивающие тонометры. Ажиотажа на антисептические препараты и средства защиты, как было весной, говорят провизоры, не наблюдается. На полках всегда можно увидеть маски и десредства. В аптеках сейчас в наличии имеется достаточно широкий ассортимент масок, масок-повязок, как многоразовых, изготовленных из марли, так и из материала тканевого, который можно в дальнейшем использовать, либо одноразовые маски. Также в наличии в бесперебойном количестве всегда имеются антисептические средства. Это разных объемов, от 100 литров до литра. Цена на одноразовую маску – 80 копеек, на многоразовые – до рубля 70. Стоимость антисептика зависит от литража. За 100 мл просят 2 рубля, а за литр знаменитых чистых ручек – 8. В наличии и некогда дефицитный парацетамол. Такая же ситуация и в госаптеке на Минской. В наличии имеется достаточное количество антисептических средств для обработки рук, а также оборудования и полов мебели. Также в достаточном количестве имеются маски. Маски как одноразовые, так и многоразовые марлевые, повязки хлопковые. В конце прошлой недели на полке белорусских аптек начали поступать экспресс-тесты на коронавирус. Это полоски, с помощью которых можно самостоятельно определить результат и узнать наличие антител, если человек перенес инфекцию бессимптомно. Если все проявляются, значит больны ковидом. Если не проявляются, значит заболевания нет. Стоимость теста от 27 до 33 рублей. В Бобруйске отмечают фармацевты их смелить за считанные дни. К слову, если покупной тест показал положительный результат, следует обратиться в поликлинику по месту жительства или в Центр гигиены и эпидемиологии. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. В Беларуси выздоровели выписаны 85 332 пациента с COVID-19. Зарегистрированы 96 529 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 2 444 162 исследования. Такие данные приводит Минздрав. Медучереждения Беларуси готовы к раннему выявлению пациентов с COVID-19. По данным ведомства, специалисты проводят санитарно-эпидемиологическое расследование каждого случая заболевания с максимальным определением круга контактов. Своевременное выявление пациентов с коронавирусной инфекцией позволяет действовать, чтобы предупредить дальнейшее распространение болезни. Кадровые рокировки, безопасность на ЖД-путях и белорусские летчики в стране начнут обучать пилотов. Когда? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Иван Кубраков назначен новым министром внутренних дел Беларуси. Ранее он занимал должность начальника ГУВД Мингорисполкома. Перестановки в силовом блоке страны сегодня произвел Александр Лукашенко. Также сообщается о назначениях трех новых помощников президента. Теперь уже экс-глава МВД Юрий Караев стал инспектором Погродненской области. Соответствующие должности по Бритской области и Минску заняли Валерий Вакульчик и Александр Барсуков. В Беларуси выберут лучший город, район и область для ведения бизнеса. Победители определяют 20 ноября в 12 номинациях. Жюри из экономистов, представителей госорганов и бизнес-ассоциаций назовет регионы с наиболее развитой деловой активностью. Оценивать будут как условия для предпринимателей, так и взаимодействия власти и бизнеса. В конкурсе примут участие 140 регионов страны. В республике стартовала акция от БЛЖД «Дети и безопасность». Накануне осенних каникул железнодорожники проведут профилактические встречи в учебных заведениях, где напомнят правила поведения в опасных зонах. Акцент сделают и на оставленных без присмотра несовершеннолетних на вокзалах и путях. В 2021 в Беларуси будут обучать пилотов. Уже разработаны требования к вступительным экзаменам, физическому и психологическому отбору. Сейчас выбирают воздушные судна и готовят документы для строительства тренажерного центра на территории Белорусской государственной академии авиации. Объем часов, в которые должны налетать курсанты, соответствует международным стандартам 200. Единый день безопасности дорожного движения пройдет по всей стране 30 октября. Инспекторы ГАИ направят внимание на профилактику ДТП на пешеходных переходах. Госавтоинспекторы напоминают, при подъезде к Зебре водитель обязан снизить скорость движения и пропустить пешеходов. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруськ-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Вспыхнул ни с того ни с сего. В Бобрусьском районе сгорел автомобиль. ЧП случилось в деревне Большие Бортники во вторник в восьмом часу вечера. О случившемся в 112 сообщил прохожий. Как выяснилось, позже сгоревшее Рено принадлежал местному жителю. Прибытие подразделения МЧС происходило горение автомобиля открытым пламенем. В результате пожара огнем уничтожен автомобиль полностью. От машины остался только кузов. Обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается. Отличные цены в шаговой доступности. Дискаунтерный расхват продолжает радовать покупателей своими акциями, скидками и широким ассортиментом товаров. Наша съемочная группа тоже заглянула в магазин. Высокие цены, маленький ассортимент товаров. Угрюмые продавцы далеко ехать. Теперь об этом можно забыть. Дискаунтерный расхват удовлетворит запросы самого требовательного покупателя. Не успели вы переступить порог магазина, перед вами яблоки, помидоры, лайм, настоящее фруктово-овощное изобилие. Бананы всего за 1 рубль 99 копеек, помыло за 2,99. С дискаунтером на расхват и эта беда не страшна. Разнообразный молочный отдел включает кефир, молоко, йогурты. Самые свежие продукты от всех белорусских производителей. Здесь же и хит-продаж сыр. Один килограмм всего за 9,79. Почему этот магазин выбрали? Вы знаете, очень аккуратные, чистые и все свежие продукты. Идем в мясной отдел. Курица, грудка, хотите в замороженном варианте, хотите в охлажденном. Бедроцепленка бролерного, охлажденная, всего за 4,29. Макаронные изделия, крупы, масло, подсолнечное в широком ассортименте и по очень приятным ценам. Например, макаронные изделия отечественного производства, всего за 99 копеек. Для покупателей выстроили продуктовый паровоз. В первом и втором вагонах квас, минеральная вода, соки. В третьем кондитерские изделия, печенье, шоколад, конфеты. Фишка состава – большие скидки. Дискаунтер на расхват относительно молодой. Ему нет и полугода, однако он уже успел завоевать сердца и кошельки покупателей. А что нравится в этом магазине? В этом магазине мне очень нравится, что тут постоянные скидки, свежий товар. Рядом тут живу магазин шаговой доступности, все нравится. Спасибо большое, что открылся этот магазин. Домохозяйки для себя тоже могут найти много интересного. Мука, яйца, масло и все, что нужно для выпечки, по очень доступным и привлекательным ценам. Мука климовическая высшего сорта – 1 рубль 69 копеек за 2 килограмма. Сливочное масло – 1,99. В магазине предоставлен широкий ассортимент товара. У нас действуют скидки, акции, проводятся дегустации. Поэтому мы ждем всех бобруйчан и гостей нашего города в наш уютный магазин. Дискаунтер расположен по адресу Бахарова, 317. Сэкономить каждый рад – с магазином на расхват. Ждем вас за покупками ежедневно, без выходных и перерывов с 9 до 22. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Пасмурное, без дождей. Таким выдался четверг в Бобруйске. За окном было плюс 11. Надолго ли тренд? Максим Кембель. В пятницу в Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории страны пройдут дожди. В отдельных районах возможен туман. Южный ветер сменит западный порыв от 5 до 10 метров в секунду. Ночью будет от 4 до 10 градусов, днем потеплеет до 13 со знаком плюс. Ноябрь обещают удивить белорусов, заявили синоптики. Последний месяц осени запомнится дождливым и пасмурным, без сильного ветра, снегопадов и других сюрпризов. Ожидается от 5 до 15 градусов тепла. Первый снег прогнозируют лишь после 25 числа. Землетрясение магнитудой почти в 6 баллов сколыхнуло в Чили. Эпицентр залегал на глубине 43 километров. Южноамериканская республика находится в Огненном кольце, районе Тихого океана, с более чем 450 вулканами, в том числе тремя крупнейшими в мире. Здесь происходит 80% природных толчков на Земле. Тем временем в северной части континента бушует ураган Зета. Людей эвакуируют в Луизиане, Миссисипи и Алабаме. Ветер здесь достигал отметки в 140 километров в час. Метеорологи сделали неутешительный прогноз. В ближайшие сутки стихия не успокоится. В пятницу в Бобруйске пройдет под аккомпанемент дождей. Западный ветер подует со скоростью 5-9 метров в секунду. Ночью термометр покажет 5 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 11. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Следите за новостями в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok